Европейский Союз готовится к зиме, когда могут возникнуть нехватки топлива из-за того, что Россия сократила его поставки. ЕС достиг своей цели заполнить газохранилище до 80%. Еврокомиссия объявила, что собирается совершить чрезвычайное вмешательство и реформировать рынок электричества. Евродепутат-социалист из Испании отмечает, что энергия подешевела, но не верит, что это результат политики Брюсселя. Цены на газ снизились на 30 или 40%, сказал Николас Гонсалес-Касарес. На рынке явно происходят спекуляции, которые мы должны проанализировать, и Еврокомиссия имеет для этого инструменты. Европейский парламент уже обсуждал предложение об введении дополнительного налога на прибыль энергетической компании и ограничения цен. Но одной из основных мер может стать отмена привязки цены на газ к цене на электроэнергию, из-за которой оба эти продукта становятся максимально дорогими. Депутаты довольны тем, что за скобки этого уравнения уже выносится цена на уголь, а также на нефть, ввиду прекращения ее импорта из России в конце года. Зато, по мнению некоторых, благоприятный эффект можно получить, если связать цены на газ и на возобновляемые источники. Испанская левая считает, что платить за энергию нужно по факту потребления. «Давайте двигаться к более справедливой и более прозрачной системе ценообразования, с большим общественным контролем», сказала Сира Рего. Граждане должны получать счета, которые отражают уже использованные ими свет и тепло. Это не допустит завышения цены на энергию. А христианский демократ из Германии предлагает переключить усилия на создание газопроводной сети, соединяющей все страны Евросоюза, чтобы те, у кого много газа, могли делиться с другими. «Мы должны перетасовать приоритеты инвестиционной программы», сказал Кристиан Эллер. «Мы уже потратили 500 миллионов евро, но у нас по-прежнему нет проектов транснациональной энергетической инфраструктуры. Это должно стать приоритетом номер один и сбить цены, указывая на то, что в среднесрочной перспективе произойдет углубление рынка». Министры энергетики Евросоюза попытаются найти решение проблемы дефицита энергии на внеочередной встрече на следующей неделе. К тому времени будет сильнее ощущаться приближение холодов.